Здравствуйте! В прямом эфире на телеканале Самара ГИС вы смотрите программу «Территория права». Вложение средств в недвижимость сегодня является одним из самых привлекательных способов инвестирования. Особенно привлекательным он становится при появлении возможности приобрести жилье со значительной рассрочкой, а то и вообще даром. Ведь зачастую пожилым собственникам недвижимости не требуются единовременные выплаты. Они согласны передать квартиру в дар с условием содержания новым собственникам этой квартиры и предоставлению им для проживания. Возможно ли заключение договора дарения с такими условиями? Вот именно сегодня об этом пойдет речь в нашей программе. Я представляю гостю в студию президент Нотариальной Палаты Самарской области, нотариус города Самары Галина Юрьевна Николаева. Здравствуйте! Здравствуйте! Уважаемый телезритель, традиционно наша программа выходит в прямом эфире для того, чтобы вы могли задать вопросы моей уважаемой гости. Телефоны 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы. Ну и, конечно, телефон Нотариальной Палаты периодически появляется на ваших экранах. Возьмите, пожалуйста, их себе на заметку. Галина Юрьевна, тему программы мы с вами обозначили, но прежде я хотела бы задать вам вопрос следующего характера. Что такое краткие вводные договоры дарения и договоры ренты? Договор дарения предусматривает, что одна страна безвозмездно передает другой стране в дар имущества. А другая сторона принимает на условиях безвозмездности, естественно, нет возмездности оказания каких-либо услуг за полученный подарок. То есть это не деньги, не какие-либо услуги. Нужны деньги подарить. Другой вопрос, что деньги не пахнут, и определить, что именно эти деньги подарены. Мы уже говорили в прошлой передаче, если только какое предложение переписать себе купюры. Но другой вопрос, были ли именно эти деньги потрачены на покупку. В магазине вам не будут переписывать эти купюры и так далее. Поэтому лучше мы не о деньгах будем говорить сегодня, а о недвижимой имуществе. И вот договор ренты предусматривает, что даритель передает безвозмездно в дар одаряемому, принадлежащему ему недвижимое имущество. А одаряемый принимает в дар. Это двухсторонняя сделка. Невозможно, один подарил, а второй об этом знать не знает. Это двухсторонняя сделка. Очень часто приходит и говорит, я хочу подарить, чтобы он не знал. И вот на день рождения приду и принесу ему в подарок договор. Такого не бывает. Одаряемый должен принять этот дар. Не каждый одаряемый, может быть, и желает принять в дар от того или иного человека то или иное имущество. То есть такие случаи тоже бывают? Конечно. Очень часто приходит, я хочу подарить на день рождения, вот чтобы только он не знал. Все зарегистрирую и подарю ему сам договор. Нет, подарить можно само недвижимое имущество, а договор подписывать с обеими сторонами. Обязательно у нотариуса? Нет. К сожалению, уже давно, с 1995 года, новый гражданский кодус предусмотрел возможность выбора сторонами. Если мы говорим о дарении. А вот что касается договора пожизненного содержания, либо пожизненного содержания и сождевения, пожизненной ренты и пожизненного содержания и сождевения, то это обязательно интериальная форма. Так вот, принципиальное отличие в чем рента и дарение? В возмездности. В возмездности. То есть, под пожизненную ренту, либо пожизненное содержание и сождевением, собственник передает имущество в собственность, плательщик ренты, а плательщик ренты, принимая его, даже если он бесплатно ему передает в день передачи, то есть не за деньги бывает, что она возмездно передает, бывает безвозмездно. Но возмездность оказания услуг предусмотрена законодателем. Либо это рентные платежи, либо это услуги, оказываемые по пожизненному содержанию получателя ренты. Галина Юрьевна, а какой же из этих видов договоров меньше оспаривается? И, соответственно, почему? Ну, оспаривать пытаются все, что можно и нельзя. Другой вопрос, по каким основаниям будет признана недействительная оспаримая сделка? Недействительная она будет, если она нарушает права и интересы страны, которая посчитала их нарушенными, и если в судебном порядке будет доказано, что и нарушены этой сделкой интересы одной из сторон. Либо договор заключен под влиянием угроз насилия и обмана. Это тоже нужно доказать. Не бывает так, что проходит иное количество времени, одна из сторон обращается и говорит, что понудили совершить эту сделку. Необходимо доказательства предоставить, что именно понудили. Во-первых, есть всегда возможность, даже если понудили, заключить, подписать какой-либо документ, 10 дней дается на признание сделки совершенного внутреннего действия недействительного для обращения в суд. 10 дней. Вы идете, обращаетесь. То есть, когда отпадают эти угрозы, это насилие, эти угрозы в отношении лица, которые заставили подписать, бывают, конечно, такие случаи. Потому что к нотариусу человек приходит и отвечает на все вопросы. Прежде всего, нотариус всегда задает вопрос, добровольно ли вы обратились за совершение тренировки. Да, конечно. Но если говорить применительно к сделкам по жизненного содержания сождествением, как правило, нотариусы ведут запись, аудиозапись. Но на сегодня вот вступили в действие правила в соответствии с требованиями основ аудио-видеофиксации совершаемого внутреннего действия. Поэтому на сегодня нотариус уже на полном законном основании фиксирует. Если раньше только по соглашению сторон нотариус мог произвести запись этого нотариального действия, аудио или видео, то сегодня без согласия этих сторон в рамках требований основы законодательства в нотариате и в рамках принятого порядка аудио-видеофиксации, порядок утвержден Федеральной Нотариальной Палатой, сегодня нотариус будет вести эту запись, которую всегда можно предоставить в суд, где суд уже оценит это как доказательство добровольности, либо обратное. То есть нотариус даже не ставит в известность, производит ли он? Нет, нотариус обязан поставить в известность, разместив в нотариальной конторе на видном месте информацию о том, что ведется аудио-видеозапись. Либо он может просто есть аббревиатура, которая свидетельствует, ну там, значок видео-фотокамеры, и вот что будет свидетельствовать о том, что ведется видеонаблюдение. Но есть порядок, что аудио-видеонаблюдение выдаются ограниченному кругу лиц. Это порядок фиксации совершенного нотариального действия, только в случае, если запрашивает суд, суд либо следственные органы с заведенными уголовными делами. Спасибо. У нас есть звонок от телезрителей. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем внимательно. Алло. Здравствуйте, меня зовут Вадим. У меня отец жил в Эстонии, в Таллине, умер. И как бы я нигде в Самаре не смог найти информацию, а где бы могли узнать, есть ли у меня наследство, куда обращаться. Даже в Министерство юстиции, Самарского института не смогли сказать. Но где бы я мог бы получить такую информацию, и все-таки это у другого государства. И сроки давности вообще как бы играют значение. Если я никем не был предупрежден на его смерть, то несколько лет прошло. Ну, я не могу сейчас сказать по закону Эстонии, но я обязательно, я в следующей передаче обязательно вам подробно этот вопрос отвечу. Другой вопрос о получении информации об открывшемся наследственном деле. Как раз через органы юстиции, наше управление Министерством юстиции по Самарской области оформляет соответствующий, это вашего имени, запрос на территорию Министерства юстиции Республики, Эстонской Республики. И как раз вот общение происходит между двумя ведомствами о порядке получения этих сведений. Если вами был пропущен срок, в общих чертах я вам отвечаю, то любое законодательство из этих бывших советских республик, оно предусматривает порядок восстановления пропущенного срока. Поэтому необходимо вам все-таки начать с запроса. И если действительно наследство открылось, бывает, что и наследовать нечего. Вот. И если наследственное дело открыто, ну, этот вопрос подробно, я уже сказала, я вам отвечу. Как бы нужно изучить законодательство Эстонской Республики. Следующая программа, уважаемые телезрители, мы сейчас обращаемся к вам 21 декабря в прямом эфире. Смотрите, вы обязательно услышите ответ на ваш вопрос. Либо для этого же телезрителя, либо вы можете обратиться в Нотариальную палату письменно, лучше, наверное, потому что вопрос очень длинный, его коротко не ответишь. Задайте все вопросы письменно, и я вам предоставлю уже в течение месяца, это уже точно ответ на все ваши поставленные вопросы. Куда вам обращаться, с каким запросом, как продлевать срок, какие органы, то есть изучив все нормы действующего законодательства. Да, и как раз на экранах вы видите телефон и адрес, электронный адрес Нотариальной палаты, сайт. Там можно задать вопрос, все очень доступно, для граждан специально все сделано. Галина Юрьевна, скажите, а можно ли передать в ренту часть квартиры? Часть квартир можно передать в пожизненный рент. Хотя эти спорные вопросы между многими субъектами, именно в регистрирующих органах, в органах Росреестра, неоднозначная практика. В некоторых регионах регистрируют пожизненное содержание с рождевением на долю права собственности на квартиру, на долю права собственности на жилой дом. В Самарской области установилась практика, что не подлежат регистрации права, возникшие на основании договора пожизненного содержания с рождевением, но на долю квартиры. Поскольку, если читать буквально требования законодательства, четко написано, что под пожизненное содержание с рождевением предметом этого договора может быть квартира, дом, земельный участок и иное недвижимое имущество. Пожизненная рента передается доля в праве собственности на квартиру, доля в праве собственности на дом, доля в праве собственности на земельный участок. Вы все время говорите, то есть я так поняла, отличие договора рент и пожизненное содержание с рождевением. В чем принципиальное отличие? Это одна из разновидностей ренты. Есть еще постоянная рента. Постоянная рента заключается на постоянное, без указания срока, ограничительного какого-либо срока. Пожизненная рента ограничивается сроком жизни получателя ренты. Пожизненное содержание с рождевением также ограничивается сроком жизни получателя пожизненного содержания с рождевением. Причем, в чем преимущество одного перед другим? Пожизненное содержание с рождевением – наиболее частый вид договора, но это те, кто имеет в собственности недвижимое имущество. Поскольку права получателя ренты Получателя ренты вправе оформить пожизненную ренту на себя и на иное лицо В интересах и другого лица Даже если он не является собственником этого имущества Поэтому такие договоры заключают очень часто Но ведь не секрет, что ренту-то можно заключить и с соседом Мы сейчас говорим о законности этого договора, который нужно заключать у нотариуса Можно и с соседом, можно и с соседом с соседнего дома Можно вообще с неизвестным тебе человеком Другой вопрос в порядке исполнения этого договора Поэтому в любом случае любой договор должен заключаться с лицом, которому ты доверяешь На доверительных все-таки С незнакомыми людьми можно заключать этот очень опасный договор купли-продажи Потому что нотариус, конечно, несет ответственность за удостоверяемую им сделку Но в любом случае, учитывая, это купли-продажи Расплатился деньгами, все, отношения прекратились Подарил, если договор дарения Принял в дар, отношения прекратились После регистрации перехода права собственности В данном случае договор имеет длительное свое действие И ограничится сроком жизни получателя И вот как это будут исполняться эти обязанности Если мы говорим о договоре пожизненной ренты То рентные платежи очень четко свидетельствуют об исполнении обязанностей Если мы говорим о пожизненном содержании с иждивением То их нужно фиксировать Сколько раз пришел в соответствии с договором Какие услуги оказал, соответствуют ли они принятым на себя обязательствам И так далее Поэтому вот этот договор все-таки пожизненное содержание с иждивением Конечно же не надо заключать с незнакомыми вам людьми И они нередко расторгаются Вот признание недействительным это один вопрос И расторжение договора это другой вопрос Можно расторгнуть договор, по которому не исполняются условия Галина Юрьевна, вы сказали, что в течение 10 дней Этот договор можно расторгнуть Я говорю о любом нотариальном действии, которое совершено под влиянием угроз, насилия и обмана Либо оно не соответствует требованиям законодательства Я говорю вот об этом Если это односторонняя сделка, то она отменяется независимо Как мы уже говорили, завещание человек подписал под влиянием угроз, насилия и обмана Отдал завещание в руки Завтра приди, сегодня вернись И отменит завещание Это лицо знать не будет, что вы его отменили Никогда До окончания жизни этого человека Что касается именно тех договоров, которые мы сегодня обсуждаем То, естественно, одна сторона вправе обратиться в суд За признанием действительного этого договора Либо за его расторжением, если он не исполняет свои условия Страна инициатор? Страна, которая посчитала свои интересы, нарушена этим договором Спасибо Что же, продолжаем нашу программу в прямом эфире Это означает, что по телефону 202-11-22 Уважаемые телезрители, вы сейчас можете дозвониться к нам в студию И задать вопрос президенту Нотариальной палаты Самарской области Николаевой Галине Юрьевне Мы продолжаем тему нашего разговора Галине Юрьевне, кем определяется размер рентных платежей И что входит в обязанности плательщика ренты По предоставлению содержания сождевением? Давайте по одному вопросу Значит, кто определяет? Определяют стороны Но законодатель установил минимальные рентные платежи Которые, то есть установленные договором Сторонами по договору рентные платежи Не могут быть установлены минимального размера рентных платежей Если это постоянная пожизненная рента То не менее одного прожиточного минимума В субъекте, где удостоверяется договор Потому что в разных субъектах Разный размер прожиточного минимума На душу населения И по жизненное содержание сождевением Размер рентных платежей Может быть менее двух прожиточных минимумов То есть сам человек Я хочу платить, грубо говоря, по 5 тысяч рублей Нет, конечно Здесь это не пройдет То есть здесь на законодательном уровне установлено Ладно, хорошо А как осуществляется оплата по договору ренты И как обеспечить интересы плательщиков ренты Если получатель будет, например, уклоняться от получения платежей? Таких случаев немало Немало, потому что соседи Вот с одним соседом заключал договор А другой, узнав об этом Совершенно случайно от своего же Вот любимого соседа Говорит, да ты что, я тебе больше буду платить И, к сожалению, некоторые сторонники Такие, помогающие в судебных процессах Я их не знаю даже, как назвать Потому что уважающий себя, конечно, юрист и адвокат Не будет учить лгать в суде Потому что это, ну, все это очень легко проверяется Поэтому учат, а ты не получай рентные платежи А потом обратись в суд и скажи, что он тебе их не платит И очень часто приходят такие люди за консультацией к нотариусу И говорят, вот мне посоветовали Что если я не буду их получать? А потом скажут, что он не платит Поэтому нотариус всегда скажет Вы знаете, в таком случае у вашего плательщика рент Есть очень законный способ Перечислять нежелаемые вами Для получения рентные платежи Перечислять на депозитный счет нотариуса И нотариус принимает в депозит От должника В данном случае плательщик это должник А кредитор это лицо, получающее эти рентные платежи Он принимает в пользу этого кредитора Рентные платежи в депозит И извещает об этом Получателе ренты И вот этот получатель ренты Уже может их не получать никогда Но плательщик рент считается исполнившим свои обязательства. Поэтому лучше, конечно, соблюдать принятые на себя обязательства по договору, поскольку в данном случае пострадают только ваши интересы. Тот, кто пытается обмануться, те интересы и будут страдать. То есть в таком случае как себя обезопасить от таких, скажем, довольно-таки острых моментов? На все случаи жизни, конечно, соломку не подстелишь, но вопрос в данном случае законодатель предусмотрел. Если уклоняется кредитор от принятия долга, я уже сказала, то есть депозитный счет нотариуса. Спасибо. Продолжаем прямой эфир. Дозванивайтесь к нам, уважаемые телезрители. Телефоны периодически появляются на ваших экранах. Галина Юрьевна, а вот может ли плательщик ренты продать имущество, переданное ему подговором выплаты ренты? Может. Речь идет, если о пожизненной ренте, пожизненной содержании среди венем, он с согласия получателя ренты отчуждает это имущество. И в данном случае, если договором предусмотрено согласие по пожизненной ренте, отчуждение производит, в данном случае на нового покупателя переходит все права и обязанности по данному договору. То есть рента не прекращается. Если же получатель ренты не желает, чтобы новое лицо осуществляло за ним уход, пожизненное содержание среди венем, он не дает у этого согласия. Но он вправе потребовать выкупа ренты. То есть тогда плательщик ренты должен выплатить всю стоимость этого недвижимого имущества с учетом годовых рентных платежей. Плюс порыночной стоимости. И это есть право. Также получатель ренты может потребовать выкупа ренты, если рента просрочена более трех месяцев. То есть три месяца не платил платеж? Это все описано в договоре? Договор, конечно, воспроизводит все требования норм закона. Поэтому каждый договор содержит все условия, предусмотренные законодателем. Спасибо. Ответим на вопрос от телезрителей. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите. Галина Николаевна, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня у снахи одна четвертая доля в квартире. Сама на три года пропала. Как нужно нам поступить, чтобы ее как-то снять с регистрационного учета? И что нам с ней сделать? Она бросила детей, решили родительский прав. Ну, если... Да, у вас есть два способа. Значит, снять с регистрационного учета в любом случае ее должны были, если она не проживала там в течение шести месяцев, по вашему требованию, прекратить ее право пользоваться жилым помещением, поскольку она не пользуется в судебном порядке. Что касается, если у нее право собственности, и эту долю необходимо будет унаследовать ее детям, а дети ее наследники, там, если есть супруг, то и супруг наследник, если нет, то только дети, и родители, если имеются ее в живых. В данном случае необходимо признать умершей. Сначала безвестный отсутствующий, потом умерший. И вот с момента вынесения судом решения о признании ее умершей уже можно наследовать эту долю. А в том случае, если же она объявится через какое-то энное количество времени, то отменяется решение суда о признании ее, естественно, умершей. И если не была отчуждена ее одна четвертая доля, то она подлежит ей возврату. Галина Юрьевна, скажите, пожалуйста, а вот сейчас, исходя из нотариальной практики, чаще всего граждане заключают договоры пожизненного содержания сождевением или все-таки ренты. И ваш профессиональный совет, чтобы в первую очередь обезопасить себя от различных моментов, да, связанных с потерей жилья. Вот что бы вы посоветовали? Конечно, пожизненное содержание сождевением. Почему? Потому что максимально прописана ответственность сторон, максимально прописаны взаимные права и обязанности. Во-первых, получая в собственности это жилое помещение, плательщик ренты не вправе отчуждать его без согласия получателя. Это первое. Второе, оно находится в залоге пожизненно у получателя ренты. То есть он не может продать без его согласия. А вот, как я уже сказала, он регистрируется, это право залога. Но, естественно, живет там. Конечно же, в пожизненном пользовании сохраняется. Что касается пожизненной ренты, то на основании договора законодатель не предусматривает, что сохраняется жилье в пожизненном пользовании. Но на основании договора эти стороны могут предусмотреть. Но двухсторонний что такое? Здесь закон предусматривает право пожизненного пользования, а здесь договор. Любой двухсторонний договор может быть изменен, прекращен. По взаимному согласию. Если не по взаимному, то в судебном порядке. Вот в пожизненном содержании сожждевением законодатель четко предусмотрел, что нет права у плательщика ренты потребовать прекратить право пользования. Все сделается в согласии. Поэтому, конечно, самый обоюдный договор – это пожизненное содержание сожждевения. Спасибо. Принимаем звонок. Добрый вечер. Добрый. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Валерий Валерий. А можно к предыдущему вопросу идти до этого, который объясняли по поводу нотариевого Дарсона и подарочного? Да, пожалуйста, ставите. Получилось так, что у моей жены умерли родители. Отец в этом году умер, и получилось так, что он подарил квартиру внуку, а до этого делал Дарсину тоже внуку, года три назад. И как вот теперь же, то есть завещание, и как вот теперь же выйти, кто там будет прав, кто виноват? То есть он три года назад сделал завещание, а позже подарил эту квартиру внуку своему? В марте месяце он сделал другому. Другому. Но он подарил или завещание написал? Нет, он подарил в марте месяце другому внуку. Ну, завещание действительно в том случае, когда на день смерти наследодателя имеется в его собственности то имущество, которое им завещано. Завещание не связывает никакими обязательствами лица, который его сделал. То есть можно сделать завещание каждый день на дню 125 раз, завещать разным лицам это имущество. Завещание будет действительно только последнее. Но при условии, что имущество будет в собственности на день смерти у этого лица. На день смерти, как следует из вашего вопроса, имущество в собственности уже не существовало. Оно уже было в собственности его внука. Могло быть в собственности чужого человека. Это право собственника. Никто не вправе, к нашему там, может быть, сожалению, ограничить собственника в праве по распоряжению принадлежащему имуществу. Иначе только как законом и судебном порядке. Но в судебном порядке для этого необходимы основания. То есть приоритетным договором, не договор дарения, если мы сегодня говорим, не завещание. Нет, он говорит, если собственник произвел отчуждение при жизни, никем не может быть этот оспорен договор, иначе как только самим собственником. Но если он при жизни не начал этот судебный спор, у наследников нет права его продолжить. Вот если бы наследодатель, подарив квартиру в своей жизни, в последствии обратился за признанием недействительной этой сделки, либо за расторжением, каким-либо основанием, тогда и не успел бы довести дело до конца. Тогда у наследников есть право на продолжение этого спора. В данном случае, если сам наследодатель, собственник имущества, не оспаривал совершенные им действия, ни у кого нет права уже вмешиваться в это. Спасибо, Галина Юрьевна. Вернемся к нашей теме. Следующий вопрос. Прекратит ли договор ренты действовать в связи со смертью плательщика ренты? Если плательщик ренты умер, то к его наследникам переходят права и обязанности по настоящему договору. Если они желают взять на себя эти права, а если нет? Если они не желают, то они не наследуют эти права. А пример можете перевести, чтобы было понятно? Они просто не наследуют. Наследство никто не вправе навязать принять наследство. Верно. Если наследник, узнав, что ему необходимо платить, либо пожизненно ухаживать, он отказывается. Но он не может отказаться от части имущества. Он должен принять либо все имущество, либо отказаться от всего. Но если у наследателя только эта квартира, обремененная правами вот этого пожизненного содержания с иждивением, то он вправе отказаться. Спасибо. Послушаем звонок. Алло, говорите, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы когда-нибудь дача в 1999 году в Красном Юрьевиче, я в мотариусе. Но она до сих пор числится на нас. А вы ее продали по договору, да? По договору продали ее? Да, по договору, в мотариусе, в Красном Юрьевиче. То есть переход права собственности покупатель не зарегистрировал? Ну, наверное, да. То есть вам налоговая присылает извещение об уплате налога? Да, да, совершенно верно. И нам прислали вообще такую бумажку, что я хозяйка дачи. Мы там что-нибудь сделали документы на дачный домик и на землю. Ну, может быть и такая ситуация, что сведения из налоговой не поступили, либо не были отправлены. Поэтому лучше, конечно, узнать, получив выписку из Росреестра, за кем числится все-таки этот дачный домик и земельный участок. Если он числится за новым покупателем, то в налоговую необходимо отправить эти сведения. Если он не числится за новым покупателем, то есть он продолжает в вашей собственности, то вам необходимо написать заявление налоговое, что по договору о таком-то произведено отчуждение. И тогда налоговая уже будет направлять. То есть уклонение от регистрации, он тоже собственник, для него нет срока для проведения правовой регистрации права собственности. Но другой вопрос. Если он прошло три года, как я поняла уже шесть лет назад, как было отчуждено, он не обращался за признанием сделки недействительной или за расторжением, за оспариванием этой сделки. Ну, собственник. Но это тоже некоторые уловки, вот, а уход якобы от налогов. Но он налоговые догонит, насчитает. За налоговый период предшествующий. Последний вопрос успеваю задать. Можно ли расторгнуть договор рент и по каким основаниям? Ну, расторгнуть, я уже вкратце говорила, по тем основаниям, что не исполняются условия договора. Самое основное. Поэтому в данном случае необходимо пройдиться к нотарию с обеим сторонам. Если же одна из сторон уклоняется, ну, то есть плательщику, он не исполняет обязанности и не идет к нотарию с расторжением договора. Тогда необходимо обращаться в суд. И вот в данном случае необходимо все-таки правильно в исковом заявлении указывать причины и правильный иск составлять. Признание его недействительным. Поскольку на день его заключения, на день его удостоверения, он соответствовал своим требованиям закона и интересам сторон. А вот впоследствии одна из сторон стала уклоняться от его исполнения. Поэтому нужно речь вести о расторжении договора, а не признании его недействительным. Галина Юрьевна, а вот как долго нотариусы рассматривают, если граждане обращаются с подобными договорами, с разъяснением? Вот как вы идете навстречу населению в этих вопросах? Консультация? Консультация дается при обращении. Сразу же? Конечно же. Никто никого не отсылает на тот или иной день. Другой вопрос, что в одном моменте невозможно составить договор и сразу его удостоверить. Конечно же, нотариус документы изучает, составляет проект договора, с которым он знакомит, разъясняет все права и обязанности, все нормы закона по данному договору, зачитывает его вслух обязательно. Сами стороны должны, конечно, внимательно прочитать вслух. После этого уже, когда отпадают все какие-то сомнения по вопросу заключения этой сделки, нотариус его удостоверяет. Спасибо. У нас осталось совсем немного времени, но я, во-первых, благодарю вас за интересную тему, которую вы сегодня раскрыли в прямом эфире программы «Территория права». И в конце нашей программы я хочу сказать вот о чем. 3 декабря в России отмечался День юриста. Я от всей души поздравляю вас, Галина Юрьевна, с этим профессиональным вашим праздником всех нотариусов Самарской области. И у меня такой вопрос. Чем-то для вас, может быть, лично ознаменовался этот день? Ну, для каждого юриста он всегда очень знаменательный, поскольку это единственный профессиональный праздник, который на государственном уровне на сегодня отмечается. Он действительно на государственном уровне, по становлению президента был отмечен. И ежегодно, независимо от какой-либо профессии не занимался, юристы в этот день объединены. Поэтому для нас он очень значимый. Есть возможность поздравить коллег? Хоть и прошел праздник, но мы как бы вовремя всегда поздравляем. И на сайте Нотариальной палаты, но пользуясь случаем, наверное, не только коллег-нотариусов, но и всех юристов, хотелось бы, конечно, поздравить с нашим профессиональным праздником, успехов в нашей профессии, профессиональном долголетии. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Территория права». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин